Опасные проблемы, выявленные при испытаниях украинских 152ММ артиллерийских снарядов. Оригинал взят у коллеги. В опасные проблемы, выявленные при испытаниях украинских 152ММ артиллерийских снарядов. В продолжение и уточнение. Директор Украинского ООО «Тюрингизмус-03142» Г. Киев, Бул. Вацлава Гавела, Дом 4, Офис 419, Владимир Олегович Щетинин опубликовал у себя на странице В. Фейсбук. Информацию о любых проблемах при испытаниях отечественных, украинского производства, 152ММ артиллерийских снарядов для систем 2А-36, гиацинт-Б, и 2С-5, гиацинт-С. Речь идет об испытаниях артиллерийских снарядов производства украинских предприятий ГАК «Артем» и компании ООО «Рубин-2017». Комментируя отечественные, украинского производства, боеприпасы, Владимир Щетинин обратил внимание, что артиллерийские снаряды обоих производителей имеют ряд отличий от советского ООО «В-29». Снаряд собран из нескольких частей. Марка стали корпуса снаряда. Способ снаряжания. Другое взрывчатое вещество. Поскольку снаряд сборный, это делает невозможным стрельби на рикошет. При попадании в землю снаряд будет разрушаться. Также меняется осколочность, момент инерции, что негативно влияет на деревоцу и баллистику снаряда. Марка стали, из которой он изготовлен, отличается от оригинала, что негативно повлияло на создание осколков после детонации боеприпаса после попадания. Один из осколков 152 мм артиллерийского снаряда украинского производства фото, Facebook, Владимир Щетинин. Главным инженером компании были приведены цифры, что после детонации украинских снарядов обоих производителей образуется около 100 обломков, в то время как у советского ООВ-29 от 1700 до 2000. Это связано с использованием низкоглеродистой стали, чей химический состав придает материалу высокую ударную вязкость, что вызывает образование малого количества обломков после детонации. Кроме того, формы образованных обломков не соответствуют необходимым нормам. Также при испытании изделия был допущен ряд нарушений. По ГОСТам к испытательной стрельбы не допускаются снаряды с отклонением от нормы более чем на два знака. Тем не менее, стрельбы велись и снарядами с тремя весовыми знаками и с четырьмя. Согласно ГОСТ, взвешивание изделия происходит снаряженного, то есть со взрывателем. Вес для ООВ-29 составляет 46 килограммов, в то время как изделие ООО «Рубин-2017» весило без взрывателя 46 килограммов 600 граммов. Со взрывателем В-429, вес которого составляет 438 граммов, то есть снаряженного снаряда 47,38 килограмма, что соответствует четвертым весовым знаком, плюс. Взвешивание 152 мм снаряда производства компании «Рубин-2017» во время испытаний. Прогревочная стрельба велась советским снарядом ОВ-29, референсом. Для ООО «Рубин-2017» на дистанции 8000 метров расстояние попадания между референсами и их изделием составило более 200 метров. Выходное отверстие на щите, полученное при проверке безопасности взведения взрывателя на 60-80 метров, показало, что боеприпас производства ООО «Рубин-2017» выбрасывается под углом. Отметины от нарезов снаряда производства ООО «Рубин-2017» показали, что снаряда не оцентрирован и не сбалансирован, о чем говорит и предыдущий пункт. Откат пушки во время выстрела изделием ООО «Рубин-2017» не соответствует нормам. Также в ходе испытания производитель ООО «Рубин-2017» отказался измерять внутреннее давление и момент инерции снаряда. Центр тяжести боеприпаса тоже не измеряли. После обработки результатов на ПМЗ, ГП «Павлоградский механический завод», были озвучены опасения, что несбалансированный снаряд производства ООО «Рубин-2017» может в момент выстрела удариться о пушку и взорваться. Для этого был назначен следующий этап испытания на Гончаровском полигоне, 242-й общевойсковой полигон оперативного командования «Север», сказал Шетинин. В ходе испытания на 242-м общевойсковом полигоне несбалансированный боеприпас ударился по дульному тормозу пушки, повредив его и взорвавшись в воздухе. Видео с этого события обнародовано Ольгой Решетиловой. В общем нештатно сработало несколько снарядов. По взрывчатому веществу Владимир Шетинин добавил, снаряды снаряжаются адаптированным для таких целей взрывчатым веществом производства Павлоградского химического завода, ГП «Павлоградский химический завод». Это вещество непригодно для длительного хранения и увеличивает со временем свой объем, рассказал он. Тем не менее, эти снаряды поставляются в войска и, по словам специалиста, несут угрозу не только при стрельбе, но даже при хранении. Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе.